Церковь в защиту детских жизней. Акция «Жить» прошла в городе Слоним в Беларуси и собрала неравнодушных людей, понимающих ценность каждой жизни, в том числе и человеческой жизни с момента зачатия. О том, как спасать детей от абортов в Новогрудской епархии, материали наших белорусских корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы собрались в этом храме для того, чтобы попросить Бога крепкого здоровья деткам и их родителям, чтобы Господь оградил их от всякого зла. Но также и говорят, что на Бога надейся, сам не плашай. Поэтому в наших руках сделать жизнь наших детей счастливой. У входа в Свято-Троицкий собор были размещены тематические баннеры с социальной рекламой, созданные при участии благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» в защиту семейных ценностей, отображающие также статистику абортов на территории Слонимского района и страны в целом. Раком этой акции мы хотели бы напомнить, повторюсь, о ценности жизни, которую нам даровал Господь, для того, чтобы мы ее оберегали, ценили и приумножали. Праздник продолжился на центральной площади Слонима. Участники акции зажгли лампады. Детям были вручены воздушные шары. После чего все участники акции выстроились в слово жить. Проблемой абортов я занимался с 2009 года. Мы работали и до пяти раз в неделю. Консультировали, то есть беседовали с женщинами, которые шли на аборт. Вот могу сказать, что в это время более ста женщин отказались от абортов. Каждая женщина, которая отказалась от аборта, находится на попечении епархии. Продукты питания, одежда, необходимые для ухода за младенцем вещи и крещение предоставляются на безвозмездной основе. К тому же с каждой женщиной поддерживается общение и проводится их сопровождение. Волонтер и помощник Иерея Петра Ткаченко в деле защиты нерожденных детей Наталья Сайчик, мама пятерых детей, не только словом, но и своим примером рассказывает о счастливом родительстве. Вы меня не поймете, вы меня не поймете. Почему не пойму? Ну вот, пятая беременность, знаете, как тяжело. Знаю, знаю, все знаю. Женщина вспоминает маму четверых детей. Будучи беременной пятым малышом, она задумывалась об аборте. Чем же закончилась эта история? Подсказываем. Она, как и одна из многих, со счастливым концом. Анна была такая. У нее была пятая беременность. И она хотела ее прервать, потому что у нее был пятый мальчик. Она хотела девочку. Мы старались с ней разговаривать. Батюшка подключился, помог. И она согласилась. Родила пятого мальчика. Вот. Замечательная семья. Самое главное, что мальчишка родился, и у него все впереди. Главное, что у каждой мамы, которая оставила ребенка, мы задаем вопрос. Ну что, вот как бы ты без него жила? Отдай нам его. Не-не, нет, ни за что не отдам. Мое хорошо, все люблю, хорошо, что оставила. Понимаете? Поэтому никто не пожалел. Никто. А кто сделали, жалеет. В этот день лампады, шары, фонари стали символами ценности детской жизни, которую все мы призваны хранить как дар Божий. Информационный портал Соборбай для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова